Здарова! И сегодня у нас Шедвен, которая принадлежит жанру стелс-экшен. Хотя, на мой взгляд, она ближе к адвенчуре. Итак, графика тут неплохая. Детализация персонажей и окружения на хорошем уровне. Конечно, есть просчёты в дизайне, а главгероиня по мне так чересчур сурово. Но в целом это хороший уровень для подобного рода игр. У меня игра запустилась в Full HD на максимальных настройках и выдавала от 30 до 60 кадров. Но игре это нисколько не мешало, из-за особенностей геймплея. Разработчики обещают, что игра будет работать даже на встройке от Интела. Хотя лично мне верится с трудом. Теперь о сюжете. Наша суровая сосинка спасает девочку и начинает таскать её за собой через толпы стражников. А та нам постоянно говорит, что убивать людей — это плохо. И вроде бы нам намекают, что от убийства людей будет что-то зависеть. Но даже при чистом прохождении поток её критики не прекращается. А потом вообще начинают рассказывать какую-то странную сказку про одноглазового принца и короля. Геймплей тут, я бы сказал, неформатный. Во-первых, время останавливается, когда мы ничего не делаем. И чтобы просто подождать, надо держать кнопку. Подобная система была в суперход, если вы её знаете. По мне так, лучше бы они ограничились простой паузой. Потому что иногда приходится очень долго ждать стражников. Во-вторых, мы можем скакать по уровню, как какой-нибудь Ассасин Кридович. Единственное ограничение — это поверхность для зацепления должна быть деревянной. А цепляться руками мы можем практически за любой уступ. Впрочем, на некоторых уровнях цепляться особо и не за что. Но эти уровни — это часть головоломки, и воспринимается это нормально. И в-третьих, это девочка, которую мы подобрали. Её надо провести через всех охранников, и при том, желательно, никого не убив. Поэтому мы станем прятаться и пытаться как-то их отвлекать. А девочка будет перебегать из одной безопасной зоны в другую. Хотя она иногда читерит и пробегает даже тогда, когда охранник её явно видит. Но это даже к лучшему. А иногда она впадает в ступор и никуда не идёт. Но в этом случае нам поможет клавиша Т. Кстати, если она что-то не то делает, на ваш взгляд, то, возможно, выход с локации не там, куда вы её ведёте. Ещё в игре есть немного крафта, ради которого надо обшаривать уровни. Но там нет ничего особо полезного, и можно проходить игру без него. Сама система стелса тут очень простая. А стражники глуховаты, слеповаты и туповаты. Как и положено быть стражником. С другой стороны, при вашем обнаружении игра просто заканчивается. Сейвы здесь сделаны в конце каждой карты, но у вас есть перемотка времени назад, что очень сильно выручает. По сути, каждый уровень в игре – это небольшая головоломка. Поначалу это слишком просто, но по мере прохождения сложность будет расти. Ну что ж, пора подвести итоги. Графика хорошая для подобных игр. Сюжет тут есть, но лично мне он не понравился. Геймплей простой, но довольно занимательный. Да, он не идеален, но видно, что люди старались. И при всей моей нелюбви к стелсу, я все же эту игру пройду до конца. Вот и все. Всем пока и подписывайтесь, если хотите знать о игровых новинках.